Знаете, чем-то непонятно. То же самое, на пути, который не делать не ехали. Инстаграм закрыли и не ходят всякой хирной заниматься. А при чем здесь инстаграм? Логик-потребление, связанное с тем, что вы как раз стали покупать масло и сахар. Чем больше потребление, тем больше проб, тем больше цена. Хотя тоже заработать. Сахара в одни руки. Сколько я как покупатель сейчас могу купить? Не могу сейчас сказать. Обращайте все вопросы на все ваши вопросы. То есть, если я возьму 10 килограмм пришедшей партии, вы мне продадите? Ну, получается, ты полицейского обманул. Ты обещал хранить и не реализовывать и реализовал в своем магазине. Я пока не могу прокомментировать. Не надо комментировать. Есть отсюда товар на ответственное хранение. Сегодня с журналистами, с Маса Санычем. А это что такое? Это авокадо. Выставлять приготовили. Ну, вон, картошка, банальный пример, всегда стоила 30-40 рублей. Сейчас без скидки 99 рублей. 100 рублей килограмм. Да, 39-40 рублей. Причем мы же реально понимаем, что это российская. Это мышь. Причем она же у нас выращивается. Нигде-то за границей. Ну, понятно. Вот, директора позвали. А то вот здесь съемочная группа ходит. ЗДМ было 0. Так, а где у вас килограммовый сахар? Вот. 50-50. 50-56. Немного подроза. Немного подроза, да. Сахар 70 вообще. Конец часа. Кусковой был. Он был дешевле? 79 был кусковой. Нет, нет, 70 килограмм у меня написано 70 килограмм сахара. Кусковой, рафина. А может подорожание будет связано с тем, что вы красные стали скупать массовый сахар? Чем больше потребление, тем больше спробуется. Чем больше цена будет расти. Чем больше цена. Хотя тоже заработать, правильно? Яблоки скидывали все 60. За сколько, по-моему, 12 или за 10? Да, вот здесь все. Дети подросли. Дети подросли. Вот 87, самое дешевое, то, что я вижу. Это десятка. 81 я вижу. Кто меньше, Александр Геонидович? Да, 81. Мне отсвечивать лампы просто. Кто производит? 63,8. Вопрос здесь. Десятка или 12? Десятка. Десятка, редко по 12. Десятка? Ленинградская область, значит, когда юг. Синяевская, понятно, Синяевская. Да, сверх нормы надо взять. Вам откажут в продаже. Без лишних, конечно, да. Здесь нормы? Да, сейчас введены нормы. Слушай, то ли он не больше 3 килограмм, то ли не больше 5 килограмм. Это же так, да? Да, у нас. Здравствуйте, поднятия тоже? Да, здравствуйте. Савар по-английски желаете? Мне следует. Мария, мы немножко не угадали. По 5 упаковок в одни руки продаются, не более. Я знала. Да, да, знала. Я люблю. Ну да, 58,90. Просрочка. Что можете приобрести? Ну, я думаю, давай купим. А сколько есть? Надо купить обязательно. Единственное, что, конечно, есть определенное горячение. Все это установлено по количеству, да, чтобы возможные спекуляции исключить, по количеству упаковок в одни руки. В принципе, 5 пакетов сахара мне хватит, наверное, я не знаю. Месяц на 8 точно хватит, я думаю. Ну, я вот купил 4 пакета сахара, мне вышло 235 рублей. Ну, плюс 5. Все, сходу на тушенину. Подержите, пожалуйста. Спасибо. А вот ребята пробивают просрочку. Нет, вот, вот, следующая. Все, секундочку, еще подержите. Все, сходу на тушенину. Карта магазина, нет? А? Карта магазина, переклестка. Дляобрести желания? Тоже нет. Другая виртуальная карта в любом магазине. 2635, ваше предприятие. А где же у нас сахарный песок? А не подскажете, где сахарный песок? Вот такое, обслуживание в пятерочке. А сахарный песок где, не подскажете? Да, сейчас приедет база, сейчас приедет. А, то есть, в данный момент песканин. На данный момент нет. Вообще никакого? Никакого. А давно? Сегодня последний утром мы забрали. Ага, то есть, остатки вы ждете поставки? Да. Такой большой спрос, что на сахар? Да. А вы поздравите? Разбираем? Директор есть? Да. Позовите? Ну, интересуемся повышением цен в магазинах. В частности, на сахар. В частности, на сахар, на социально значимые продукты. А вот, увидели, что у вас отсутствует полностью сахар в продаже. А как вообще с поставками этого продукта? Покупают, вы понимаете, как сейчас, да, очень много. Но вот сейчас машина буквально уже приедет. То есть, поднялся спрос, вы почувствовали это? Поднялся. А сильно? Ну, так, просто по ощущениям лично. Ну, и так. Ну, не намного. Не намного поднялся. Ну, а почему тогда полки пустые? А раньше были полки пустые? Сахар, да. То есть, сдавала. И вопрос, вы отпускаете какое-то определенное количество в одни руки? То есть, если я с сахара хочу 10 килограмм купить, я могу это сделать? Нет, у нас ограничение. А какое ограничение? Вы давайте, ну, чтобы я много не комментировала, у меня, к сожалению, нет времени. Да, буквально пару вопросов. Да, вы за всеми вопросами, ответами... Ответьте, сколько сахара можно в одни руки. Да, на офис, вам там 40 сахара. Сахара в одни руки. Сколько я, как покупатель, сейчас могу купить? Не могу сейчас сказать. Вы обращайте все вопросы на все ваши вопросы. То есть, если я возьму 10 килограмм пришедшей партии, вы мне продадите? Ну, вообще, странная ответа. Ну, вообще, она подошла к нам. Да. На 1800 с копейками купил сейчас товары для детского питания. Абсолютно все товары в двух покупках оказались с истекшими сроками годности. Так, у прута няни, у овсяной каши для питания детей в возрасте от 6 месяцев, срок годности истек вчера, 14 марта. У смеси семилак голки для питания детей от 6 до 12 месяцев. У тебя что? Просроченные яйца до 15. Сегодня они уже просроченные. Вот, социально значимый товар. Да. Не так-то и хорошо. Спустя... Да, нашли социально значимую продукцию с истекшим сроком годности. Срок годности вышел сегодня от данных двух упаковок яиц. Может быть, есть внутренний регламент. Я, как правило, с ведущей, да, понимаю, что... Это для телеканала. ...что, возможно, есть внутренний регламент, да, я ориентируюсь во многих процессах, вот, в пятницу этого группы. И, возможно, вы сделали правильно. Не отвечая на предыдущие вопросы. Но вот за это несет ответственность и руководит торговое предприятие, мы уже под руководом вопросом. Давайте я вам опробую возврат и... ...вы живую, конечно, пусть мы более тщательно и привязываем. Вы знаете, как в магните возврат оформляют на днях? Нет. Не наслышал? А что там? Ну, а есть у вас такая гражданка Смирнова в этом же здании, знаете? Смирнова в этом же здании? Да, Рима. Участовая уже. А. Ну, есть мусор, что здесь такая, участовая. Девушка знает, с Смирнова-зам? А, во-во-во. Ну, прошивал магнит соседний. Им образовавший. Хотела не оформлять просрочку, в итоге люлей получил от руководства, у нее минус магнит из-под крыши как-то ушел. Ну, у вас бывает, что, ну, в любом магазине бывает, что случается кража, да? Что происходит с аром, который продулишку какой-то пытался украсть? Его передают вам на ответственное хранение. Вы его обязаны хранить там, да, до суда, например. То же самое здесь, только ли против воречки, а против вас, как нарушителей. То есть выставляют на ответственное хранение до прибытия Роспотребнадзор, приезжают потом Роспотребнадзор, либо директору накладывают санкции по 14.4 КОАГОРа, либо юрлицу по 14.43 КОАГОРа. Есть практика в последние месяцы, что руководит торговое предприятие юрлицу единовременно. Ну, и не возьмёт с вас лишних денег, станете чуть богаче. Он уже ошибся, и не один раз. А вы хотите, чтобы здесь кто-то другой работал? Да, хотелось бы. Потому что директор, который трётся от других мужчин, которые обзывают покупателей. Вот они в шляпах стоят. Кто? Вот там, на улице. Вот именно, кто там стоит? Сюда, на место, на его встать. Умные такие были. Директор – это представитель лица компании. Он должен вести себя сдержанно. Подобающее. Подобающее, да, лицо компании. Послушайте, есть такие неадекватные. Вот поэтому мы сюда и ходим. Потому что такие неадекватные. Нет, именно продавцы, директора. Нет, покупатели. Ну, есть всякие, но он же лицо компании, он должен представлять, быть стрессоустойчивым, сдержанным, внимательным, жалобам покупателей. Вы просто его довели. Он нам два раза детскую просрочку продал. Ну, это не он виноват, правда? А кто? Он отвечает за магазин. Нет. А кто? Да они разговаривают с ними. Смотри, у нас ещё много завёлся. Угу. А, да пожалуйста. А не хотите поговорить? Поговорим, поговорим. А куда выезжали? Заявление. Лиз, достань книжку, по клубу, Паша, садись. А, есть. Клуба Патриот. Ответа нет. С 10.03. Сегодня у нас... 15.15. За пять дней не смогли ответить. Интересно, заявление, но по какому поводу хотел писать? Звоня, если честно. Не так скажешь? Хорошо, но можно у нас пишите хоть. Расскажите, в чём мы накосячим. Вот любят, знаешь, люди, которые славно знают закон. Знаете, вот чем-то непонятно. Да, вот то же самое. Ну, люди, которые делать нехали. Инстаграм закрыли, и не ходят всякой херной заниматься. А причём здесь инстаграм? Почему вы ругаетесь? Просто нечем денег заработать. Вот вы вот в действительности, знаете, я ничего не имею против. Каждый зарабатывает как может. А вы возьмите, пойдите в магазин и поработайте, а потом пушите столько. Я работал больше 10 лет в магазине. Парашники ощущают туплопритоны очень часто. Да, парашников много в стране. Турс 102 вызывает вармякина. Ап-тап-тап-тап. Так что они всё это... Навариваются вот такие? Не знаю. Неприятные вообще-то находятся. Там раньше был очень, поначалу, очень хорошие. Там, как говорят, приезжают. Очень. Сейчас там... Ну, сейчас там новый директор буквально на днях заступил. Да? Да. Вот Тёрси Абсан Саныча. Мы даже книгу отзывов написали, чтобы научили директора не теряться, а покупателей. Вот, опозвал его с торпёром. И два раза нам продал детскую просрочку. Поэтому с полицией два раза их оформляли. Вот вечером на зубы там видно, как они вывозят что-то вечером, грузят какие-то... А в какую? Большую машину или в частную? Есть, вы знаете... Маленькая машина? Маленькую. Луковая, да? Да. Колобок, ну ты с башкой точно не дружь, ё-моё. Ну, Колобок. Прямо сразу самоликвидируйся, напиши по собственному желанию. Вот товар, возможно, имеет... Может быть, трасса рвучка, может неправильно маркерован быть. Это их полностью гражданская оплачка. Возможно, они даже... Ну, а право Колобка тупить в данной ситуации. Всё правильно, всё по чесноку. Не хотят это приобрести щеки, не хотят, не хотят, они не поширят, не ругают. Не хулиганец, не хулиганец. Я вот здесь стою минут пять, не было ни макер, никаких. Просто, что вот конкретно от сотрудников полиции в данный момент заходить? Чтоб мы гражданам запретили товаром ходить по магазину? Ну, чтобы его нарушили, крышанули бы, он хотел. Чего он хотел? Это не хулиганец. Чего он хулиганец? Если они брали бубанки и раскидывали, или портили, и ломали, это было бы хулиганец, или ругали. Ну, 717 была бы такая, не было бы. Содукция, по их мнению, думают, что она не качественная. Вы тоже это брали, да? Да, да. Скорее всего, бургировка, неправильный вид. Здесь нет условий хранения, отсутствует. Я вот с вами полностью согласен. Здесь тоже нет условий хранения. Состав не полностью пропечатан. Вот здесь он полностью состав. Здесь не полностью, также отсутствует хранения. Икра вся перемороженная при температуре минус 8,2 градуса хранится. А у нее абсолютно другой температур. Вот столько недодиректора испортил икры, которые потом травят людей. Я помню. За их же кровные. Вот он наделал штанишки и вас вызвал. Вдруг что? Я понял. Кто-то должен же стирать, правда? Я не полагаю, будете делать возврат или через раз подряд дозор? А нам участковый, наверное, нужен будет для фиксации. Да, конечно. Да, пусть не зубает. Мы, конечно, можем вам дать протокол устанавливания, но здесь лучше. А все равно надо описывать. Да, да, да. Ижимать. Все, 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 я вас услышу. Напорник в отдел, передавать материалом по подведомственному спорту. И он не первый раз так штанишки делает. Я уже два раза его с полицией оформлял за просрочку. Кого? Вот лично этого директора. Директор же ответственность несет. И юрлицо. Два раза я его уже с полицией оформлял. Сегодня с депутатами приходили. Другие сети посетить. А, не разговариваешь? Со съемочной группой сегодня приходили. Почему вы сразу это не сделали? А дяди ничего не объясняли. Дядя тупик стоит. Мы уехали сейчас. Дядя борзый слишком, по моему мнению. По просьбе канала Live78 они попросили еще магнит и пятерочку пройти. И мы с ними уехали. А вот Сан Саныч остался. Первый раз вижу, чтобы один экипаж были и полицейские, и мусорша. Ой, шок. А, и мусор, точнее. Ладно. Обычно, если весь экипаж нормальный, весь нормальный. Я предлагаю директору оформить заложенный вызов. Участковый оппонент, давайте директор оформил заложенный вызов. Чтобы просто вас, как мальчиков на побегушке, не гонялся отдел. Как тетенька, которая говорит, что она не тетенька, а дяденька оказалась в этом наряде. Да? Понять не могу. Вторая Антонова или вторая Плюшевцева. Обделался так по полной. О, клевета. 128-я, озвученная публично. Плюс 112. В перекрестках за все директор отвечает. Тупит. Он все время тупит. Люди превышаются в рейтона очередь. Почему они превысились в рейтонах? Они такие же покупатели, как мы, как и остальные другие. Покупатели имеют право... Да. Жар, если они видят, что он есть с собой. Жар, когда идти. Что ты мешаешь? Максимум, он туда привезти. Я вам так скажу, как человек. Немножко вдалек. Я на улице работаю. Но я так понимаю, что если, например, товары просрочены, то никакой ценности, я просто говорю, что испорчен товар, неправильно маркируют, нет маркировки, но не имеет никакой ценности. Просроченный товар нет. Какой право? Как вы можете продать просроченный товар? Продать его, мы можем его списать. А можете штраф получить от Роспотребнадзора? Как они продают? Вы продадите им просроченный товар? Да, взять и вывезти из магазина. Аккументируют тем, что... Вывозить нет. Они же не вывозят. Они хотят это оформить. Что они вот задержали, увидели, пресекли, что другие люди не отравились. Вот что они пытаются доказать. Хорошо, они не правы. Сейчас они продержали. В чем они не правы? В чем они правы? В чем они правы? Вот они увидели, пресекли, их доставили. У них, наверное, есть какие-то... Они ошиблись. Они ошибались. Когда они будут рассматривать видео с Борисовичем в Роспотребнадзор, когда они будут описывать, и там они увидят, покажут видео. На данный момент они занимаются полигантом. Это вопрос? Нет. Клевета, озвученная публично, 128-я. Я заявление пишу, кто-нибудь за протоколами, пожалуйста. Участковый, участковый у него. А, нет, вы возьмите, просто он озвучил сейчас публично хулиганство. Хулиганских действий с нашей стороны не было. Клевета. Прошу привлечь наручники и уголовную ответственность. Ну, это не наручники. О чем сказал? Ну, установить личность хотя бы гражданина, который занимается клеветой в публичном месте, озвучивая ее публично. О чем сказал? Что мы занимаемся хулиганством. Вот, в суде обсудим твое мнение. Когда по 128-й пойдешь. Я думаю, это он занимается. Хулиганством. Вот, если человек подписывает в общественном месте, это же хулиганство. А вот он сегодня провел спецоперацию, обосрался. И вот обосравшись, вызвал зачем-то сотрудников полиции. В общественном месте это сделал. Точно, 20.1. Мелкое хулиганство. Что, нашел, Саныч, просрочки такие? До 15.03. Ну, что, товарищ недодиректор, что скажете насчет товаров с истекшим сроком года? 15.03.10.55. Вышел срок годности на данную продукцию. А, ну да, конечно, конечно. Ну, все у вас вечно. Кто недопропечатается, кто директор тупит. Да, оно все время так. В этом магазине. То замы кидают карточки покупателей на стол. А я вот в курсе. И у меня даже видеозапись есть. Как она так по-пыдлячему, прям это, после оформления с полицией. Где ваши карточки? Хлобысь, мою карточку на стол. А рыба-то гнил с головой. Господа полиции, не прошу. Хлобок, ты с дуба рухнул или как? Или у тебя чердак пропудился? А, отлично. Я хотел его приобрести. В улице директор на эту команду ничего не взмешивает. Я приобрету. Директора кластера вызывай сюда. Почему не взвесить? Злоупотребляется нашим вниманием и довериям. Охренеть. Я не вижу ваши звания. Можно вас на секунду? Старший сержант, смотрите. Улица изготовлена в 10.43, в ее 6 часов. В ее 2 часа назад вышел срок отброски. Поэтому директор занимается самоправтом. И не дает списать. Уже позвучил товар, находящийся на витрине. А она покупателям не относится. Вот что вы мне предоставили. Вот информация. Вот информация. Передачную ведомость для портфеля директора оставишь. Мы не портфель директора. Мы как физлицы, как покупатели. Покупателям нельзя внутренние документы обороты раскрывать и показывать. Это у тебя в передачной ведомости. Это внутренняя документация. Ты не имеешь права покупателям показывать. Ты вообще под идиота стал косеть. Есть распоряжения внутренние от 2021 года, от января, месяца. Где сказано, что до покупателя информация доводится? Путем размещения маркировки рядом с ценником. Ты думаешь, что ты из меня идиота делаешь? Ты думаешь, что я не знаю внутренних распоряжений? Кто тебя уронил с 21 этажа вниз чайником? Не знаю, какое-то чмо его назначило директором. Не знаю, но точно чмо. Человек материально обеспеченный. Слушай, а что у тебя вот это делать в продаже? Я не пойму. 7 марта истек срок годности. О, яблочное. До 7 марта стоит у колобка, продается. Пробки рвутся в потолок, Как из дома колобок, И желание загадывать пора. Что, товарищ директор, скажете по поводу вашей клеветы? Не удалось? Да? Гнать-гнать. Зачем нужен такой директор, который врет? Ну что ж, молчишь-то. Честным людям-то скрывать нечего. Значит, не очень ты честный человек. Врешь полиции, Врешь гражданам, Врешь, наверное, персоналу и начальству. Побегаешь на неудобные вопросы сразу. Да? Вот такой вот директор. У меня расписчику, пожалуйста, в коне напишите. Ты все можешь забирать, Но ничего ты не можешь это выставлять обратно, Списывать, активизировать. Все должно ждать прибытия Роспотребнадзора в магазин. А мы придем проверить. Ты бы у меня чистый листик закончил. Стоять будет чистый листик. Один? Ну да, вам на ней написали, что. Так, обязуюсь данный товар не выставлять, Ну, не реализовывать, как правильно. Обязуюсь данный товар хранить И предоставить сотрудникам полиции И иных других госорганов К реализации не допускать. Увозят говно на ответственное хранение. Вот, собирают говно на ответственное хранение. Что-то не позволяют. Почему бы и нет? Вы приняли на ответственное хранение продукцию? Нет. А вот это вот описанное протоколом осмотра? Нет. Ну, вы это приняли, оно все равно лежит. Я видел, что что-то после того, как я писал. Ну, вы должны были все убрать. Нет, но все есть протокол осмотра. Ты что-то его фотографировал. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Шесть. Как вы допустили реализацию того продукта, Который вы приняли на ответственное хранение? Вы же написали, что не обязуетесь, не реализовываете. Вот реализовали. Ты, Глеб, с этим разберешься, ты мне сказали. Если ты обязался шесть вот этого говна просроченного хранить. И не продавать. У тебя вот те пять. А вот один ты не имеешь права сейчас забрать, так как совершено было приобретение. Видишь? То есть ты нарушил свою сохранную расписку? Мы разберемся. Ты дал обязаться? Как ты с этим разберешься? Повесишь самого себя на собственном галстуке? Или как ты разберешься с этим? Теми способами, которыми мы сможем. Ну, получается, ты полицейского обманул. Ты обещал хранить и не реализовывать. И реализовал в своем магазине. Я пока не могу прокомментировать. Не надо комментировать. Не забрал весь отсюда товар на ответственное хранение. Страта существует старший кассир. Эх, Люба-Любушка, Любушка-Голубушка. Ну что, покидаем данный тухлопритон. Ну, раз тухлопритон, то здесь много товаров тухлых. Директор точно тухлый. Тухлый и конченый. Пражская 48-50. Пражская 48-50. Город-герой Ленинград. Тухлопритон, еще конченый перекресток. Отвечаю за базар Вася Анатольев. Вы были на канале Клуб Патриот. С вами был Сан Саныч. И, конечно же, наш питерский корифан Александр Леонидович. Или просто Леонидович, как многие уже пишут в комментариях. Канал Надзор СПБ. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok